Андрей Валентинович Сыров, заведующий кардиологическим отделением клинико-диагностического центра номер 6 Департамента здравоохранения и лечения гипертонии у пожилых пациентов с коморбидной патологией. Пожалуйста. Добрый вечер, Павел Андреевич, спасибо большое за приглашение. Добрый вечер, уважаемые коллеги, я тоже очень торопился с работой, вот выхожу в онлайн уже из дома. Тема интересная, лечение артериальной гипертензии у пожилых пациентов с коморбидной патологией. Мы живем в период постоянной пандемии артериальной гипертензии в мире, в возрасте старше 60 лет, более 60% людей имеют повышенное давление. Вы видите классификацию современной артериальной гипертензии, я хочу остановиться только на изолированной систолической артериальной гипертензии, это последняя строчка. Она сейчас тоже делится по степеням в зависимости от уровня систолического артериального давления. 140-159 первая степень, 160-179 вторая и 180 и выше третья. И у этих пациентов, естественно, диастолическое давление меньше 90 миллиметров ртутного столба. Какие же целевые уровни будут зависеть от возраста? У более молодых меньше чем 130 на 80, у пожилых и пациентов старческого возраста в идеале меньше чем 140 на 90. Но ключевая фраза ниже достигнутой снижения артериального давления должно хорошо переноситься. И, конечно, мы должны обращать внимание на диастолическое давление, об этом мы тоже поговорим. Не вызывает сомнений прямая связь уровня артериального давления и риска смерти и риска сердечно-сосудистых осложнений. Один из многочисленных мета-анализов, достаточно свежий, увеличение риска сердечно-сосудистых осложнений, риска инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности в зависимости от уровня давления. И по всем позициям уровень давления 140 на 144, это группа средняя, вы видите, уже эти различия были статистически достоверными. Как же мы оцениваем сердечно-сосудистый риск у пациентов с повышенным давлением? А это же ключевая вещь. Мы же интенсивность нашего лечения ассоциируем с сердечно-сосудистым риском. Итак, главный фактор риска – это документированное сердечно-сосудистые заболевания. Обратите внимание на слово «документированное», потому что иногда диагноз на ишемической болезни сердца ставится абсолютно необоснованно. Сахарный диабет, хроническая болезнь почек, очень высокий уровень индивидуальных факторов риска. Каких? Ну, например, интенсивное курение и, наконец, степень риска по шкале СКОР. А вот тут начинается интересное. Мы раньше пользовались шкалой СКОР до 65 лет. Дальше оценивали риск по выраженности индивидуальных факторов риска. С 2019 года новые рекомендации по дислепидемии и возраст увеличился до 70 лет. И вот прошел Европейский кардиологический конгресс, и мы получили новую шкалу СКОР, которая называется СКОР-2. И она, в общем, некоторое ошарашивающее действие оказывает, потому что в 60 лет, получается, у всех жителей стран с очень высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, это как раз Россия, очень высокий риск. И мы их должны, по идее, интенсивно лечить. Но более того, что эта шкала СКОР-2 состоит из двух разделов. Первый – до 70 лет, и вторая, наконец, для пожилых пациентов, о которых мы сегодня говорим. Это начиная с 70 лет. И вообще понятие пожилое достаточно странное, потому что в рекомендациях это старше 65 лет, в классификации ВОЗ – 60 лет, а вот, например, в шкале СКОР-2 получается 70 лет. Что же мы с этими пациентами должны делать? А вот тут новая сложность. Три возрастных категории. До 50 лет, 50-70 и 70 и выше. У пациентов младше 70 лет у нас два целевых показателя. Это снижение давления и снижение липопротеидов низкой плотности. Если возраст 70 лет и выше, то мы уже только воздействуем на артериальное давление, а первичная профилактика встреч сосудистых заболеваний с помощью гиполипидемической терапии у этих пациентов не проводится. Мы после 70 лет назначаем статины, а точнее в рекомендациях опять по гиполипидемической терапии, начиная с 75 лет, видите, везде разночтения небольшие. Мы проводим гиполипидемическую терапию с целью вторичной профилактики. Какие же обязательные обследования должны мы проводить у пациентов с артериальной гипертензией? Ну, в первую очередь анализы. Это клинический анализ крови, анализ на глюкозу, липидный профиль, электролит и мочевую кислоту, билирубин, аланин, трансаминазу, потому что мы, может быть, статины назначим, креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации, если пациент получает антикоагулянты, то клиренция креатинина. Клинический анализ крови, альбуминурия, то есть альбумин креатининовое соотношение в утренней порции мочи и кардиограмм. Дальше мы должны выявить поражение органов мишени. Это поражение сердца, обычно эхокардиография, КГ, почек, ультразвуковое исследование, расчет скорости клубочковой фильтрации, как я уже сказал, определение альбуминурии, протеинурии, артерии, обычно УЗДГ и глаз. Это консультация, соответственно, офтальмолога. И, наконец, ассоциированные сердечно-сосудистые заболевания. Это ишемическая болезнь сердца в различных формах, это перенесенный инсульт или транспторная ишемическая атака. Тяжелая хроническая болезнь почек, она ставится при условии, что скорость клубочковой фильтрации меньше 30. Это стеноз артерии 50% и выше, обычно при УЗДГ. Это сердечная недостаточность, в том числе сохраненные фракции выброса. Тогда мы диагноз подтверждаем мозговым натриотическим пептидом и новые показания фибрилляции предсердия. Самая проблемная коморбидность и усугубление риска сердечно-сосудистых заболеваний – это сахарный диабет и почечная недостаточность. Как мы ставим диагноз сахарного диабета? Это глюкоза натощак 7 и выше в двух анализах. Это гликированный гемоглобин 6,5 и выше в двух анализах последовательных. И глюкоза после нагрузки или при случайном определении 11,1 ммл на литр, опять же в двух анализах. Комбинация гипертензии сахарного диабета всегда очень высокий или высокий риск. Классификация хронической болезни почек осуществляется по скорости клубочковой фильтрации. Термин почечную недостаточность мы сейчас используем только для пятой стадии, то и для терминальной почечной недостаточности. Скрининговый тест на альбуминурию. Это альбуминокреатининовое соотношение в утренней моче. Если показатель меньше 30 мг, это норма, то есть суточная потеря белка меньше 30 мг. 30-300 мм, микро альбуминурия и более 300 мм, это макро альбуминурия. Суточная потеря белка больше 300 мг. У более молодых людей мы учитываем еще мышечную массу. Если у мужчины мышечная масса высокая, то уже уровень 22 может быть проявлением микро альбуминурии. Опять же, все это мы подтверждаем в двух анализах. И наконец, у пожилых мы должны провести анализ на старческую астению. Что такое синдром старческой астении? Это ассоциированный с возрастом синдром, основными клиническими проявлениями которого являются общая слабость, медлительность, снижение физической функциональной активности, снижение адаптационно-восстановительных резервов организма. Но главное, это появление зависимости от посторонней помощи в повседневной жизни. А диагноз ставим на основании опросника, который называется возраст непомеха. Семь вопросов. Получили три ответа. Да. Это три балла. Высокий риск. Высокая вероятность синдрома старческой астении. Что включает этот опросник? Это снижение массы тела, снижение зрения и слуха, травмы, связанные с падением, нарушение настроения, снижение памяти, недержание мочи и, наконец, существенное снижение двигательной активности. Какие же особенности артериальной гипертензии у пожилых? Высокое давление у пожилого человека может быть компенсаторным механизмом для поддержания перфузии органов. И в конечном счете будет предотвращать заболеваемость и функциональный дефицит. Поэтому мы должны не прозевать ортостатическую гипотонию, если начали лечить этих пациентов. Потому что ортостатическая гипотония является независимым фактором риска остынии, падений, сердечно-сосудистых осложнений и смертности. Что мы должны делать? Во-первых, правильно измерять давление. Не буду останавливаться, два измерения, большая разница. Меряем третий раз, берем средний между вторым и третьим измерением. И проверяем ортостатическую реакцию, измеряя давление стоя через 1-3 минуты после вставания. И обучаем наших пациентов это делать дома. Снижение систолического давления на 20 мм или выше, и гистолического на 10 или выше, это критерия ортостатической гипотензии. Мы должны предпринимать соответствующие меры. И в первую очередь, если мы проводим гипотензивную терапию, нужна срочная ее коррекция. Как же мы лечим в зависимости от возраста? Возраст старше 60 или 65 лет. В разных рекомендациях по-разному. Начало в зависимости от риска сердечно-сосудистых событий. Систолическое давление 140 и выше является основанием для начала лечения. Если мы видим слабость у пациентов, плохо передвигается, мы обязательно должны провести скрининг на синдром старческой астении с помощью опросника «Возраст не помеха», о котором мы только что с вами поговорили. 80 лет и старше, и нет старческой астении. Антигипертензивная терапия нужна при систолическом давлении 160 и выше. Если человеку 80 лет и давление 150, не надо его трогать, пусть спокойно живет. Если на фоне лечения систолическое давление снизилось меньше 130 миллиметров, то, скорее всего, дозу препаратов надо уменьшить, а иногда даже отменить наше лечение. Начинать у таких пациентов старческого возраста лучше с одного препарата. Комбинированную антигипертензивную терапию назначаем только при неэффективности монотерапии и обязательно с контролем ортостатических реакций. И, наконец, мы тщательно должны мониторировать, не появились ли признаки старческой астении на фоне нашего лечения. Начало антигипертензивной терапии и смена лекарственных препаратов может быть ассоциировано с повышением риска падения. А если 80 лет и старческая астения, индивидуальный подход перед тем, как принять решение. Может быть и при давлении 160 мы не будем трогать пациента. Если у пациента возраст 60-65 лет мы начинаем лечение, очень часто мы будем применять сразу комбинированный препарат. Или препарат из любой рекомендованной группы. У пациентов пожилого возраста целесообразно начинать лечение с монотерапии, с очень тщательного выбора конкретного препарата, о чем мы с вами поговорим. И, наконец, мы обязательно должны оценить переносимость лечения и отмена антигипертензивной терапии только на основании возраста. Человек принимает препараты, давление у него на целевом уровне, он чувствует себя хорошо, он становится старше. Мы можем терапию не менять, если этот уровень давления хорошо переносится. Изолированная систолическая артериальная гипертензия развивается у пожилых людей в связи с нарушением эластичности сосудов, на что указывает повышение пульсового давления. Пульсовое давление – независимый фактор риска. И вот тут мы сталкиваемся с уровнем диастолического давления. В идеале лучше не снижать меньше, чем 65-70 мм штукного столба. Но есть отдельные пациенты, у которых мы снижаем низко, ниже, до 60. Иногда даже чуть ниже 60, они хорошо переносят. Тут надо очень четко следить за этими пациентами. Снижение давления меньше 50 мм будет усугублять все осложнения. Ни в коем случае допускать такого снижения давления нельзя. Ориентируемся все-таки на диастолическое давление. По возможности 65-70 мм, ну в крайнем случае до 60 мм. Чрезмерное снижение диастолического давления, повышение риска сердечно-сосудистых осложнений, смертности и других неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов. Начало антигипертензивной терапии может быть начато уже на уровне 140 мм штукного столба. Однако чаще мы начинаем, если человек очень существенного возраста, с давления где-то на уровне 160. И все-таки надо очень хорошо принять решение, как начать это лечение с монотерапии или с двойной. Если давление 160 и выше, скорее всего мы сразу назначим двойную терапию в небольших дозах. При условии, что человек младше, конечно, 80 лет. Если пациентов с альбуминурией, хронической болезнью почек, мы должны начинать лечить, мы всегда начинаем лечение с ингибиторов АПФ или локаторов рецепторов ангиотензина. Потому что они в большей степени снижают риск прогрессирования хронической болезни почек. Поэтому креатинин, расчетная скорость клубочковой фильтрации, обязательный показатель. При лечении ингибиторами АПФ сортанами, а также тиозидными диуретиками, необходим контроль скорости клубочковой фильтрации и уровня калия плазмы. То есть контрольный креатинин назначаем, контрольный уровень калия плазмы определяем. Бета-адреноблокаторы показаны только при комбинации артериальной гипертензии, с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, ну еще с определенными аритмиями. И у пациентов просто с повышением давления не снижают риск смертности. Поэтому бета-блокаторы не должны быть препаратами первого ряда. Не надо начинать таких пациентов лечить с бисопролова. Стартовая антигипертензивная терапия. Три основные группы. Диуретики, блокаторы кальциевых каналов и блокаторы ренино-ангиотензина-альдостероновой системы, то есть ингибитор АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина. Ингибитор АПФ и сортаны вместе не назначаем. И за счет их механизма действия можем смело объединить в одну такую большую группу. Диуретики, блокаторы кальциевых каналов и блокаторы ренино-ангиотензина-альдостероновой системы. Какие же требования мы предъявляем к антигипертензивному препарату? Ну конечно высокая эффективность и стабильность контроля давления в течение суток. Для нашей группы пациентов очень важно минимальный риск артостатических реакций и органопротективные свойства. Метаболическая нейтральность, минимальное количество побочных эффектов и отсутствие отрицательного лекарственного взаимодействия. То есть по возможности одним препаратом мы должны сразу воздействовать на несколько мишеней. Поэтому как мы будем выбирать препарат? Ну в первую очередь по противопоказаниям. Тиозидные диуретики, противопоказания подагра. Бета-блокаторы вообще не препараты первого ряда. Но если показаны, не можем применять при бронхиолиасте, выраженной брадикардии, синаториальной в облакаде высокой степени. Дегидроперидные антагонисты кальция практически не имеют противопоказания за исключением стеноза выходного отдела левого желудка. То есть значительном стенозе артального клапана. Пульс урежащий антагонисты кальция, верпомил, диутиазем, похоже тоже уступают основным группам. Мы стараемся их как препараты первого ряда не применять. Но противопоказанием является опять же снижение пульса частоты сердечных сокращений менее 60, то есть брадикардия. Снижение систолической функции левого желудочка меньше 40%. И синаториальная и АВ-блокада высокой степени. Ингибитор АПФ мы не можем применять при беременности. Нам не актуально у пожилых пациентов. Однако при гиперкалинии двухстороннем стенозе почных артерий. А для ингибиторов АПФ это еще ангионевротические отеки в анализе. Вот это пожилых людей касается очень сильно. Давайте посмотрим на один очень интересный мета-анализ. Называется этот анализ Legend HDN. Почти 5 миллионов пациентов. Это мета-анализ баз медицинских данных. Достаточно долго продолжался. Видите, 2 года и 25% более 5 лет. Начальная терапия. Это был анализ начальной антигипертензивной терапии. Начальная терапия проводилась. Ингибитор АПФ 48%. Тиозидные диуретики 16%. Блокаторы кальциевых каналов 15%. Сартана 15%. И негидроперидинный блокаторы кальциевых каналов 3%. Это дает нам палитру. Какие же препараты мы чаще всего назначаем. Но в данном случае не мы, а целый ряд стран, включающих США, Японию, Южную Корею и так далее. То есть ингибиторы АПФ являются самыми частыми по назначению препаратами. И что же получилось? Оказывается, теозидные диуретики, которых многие врачи боятся, лучше переносятся. И даже при начальной терапии показывают лучшую эффективность. Например, в снижении риска инфаркта, инсульта и прогрессивной сердечной недостаточности. И профиль безопасности оказался выше у теозидных и теозидоподобных геуретиков по сравнению с ингибиторами АПФ. А вот негидроперидиновый блокаторы кальциевых каналов уступали другим четырем классам, о которых я вам рассказал. Еще одно очень интересное исследование. Национальное канадское исследование по изучению риска падения переломов в шейке бедра на фоне стартовой антигипертензивной терапии у пожилых пациентов. Подчеркиваю, стартовой терапии принимает человек антигипертензивную терапию, стал старше, все хорошо, не надо ничего менять. Но возникла необходимость начать. И мы должны понять, что при стартовой терапии увеличивается риск падений и как следствие перелом шейки бедра. И данная тензенция наблюдалась для большинства классов антигипертензивных препаратов и была статистически значимой для ингибиторов АПФ и бета-блокаторов. А самыми безопасными оказались опять теозидные геуретики и блокаторы кальциевых каналов. И именно те препараты, которые нам особенно интересны при стартовой терапии у пожилых людей при отсутствии хронической болезни почек. Потому что там мы должны защищать почки и начинаем всегда с ингибиторов АПФ или сортанов. Еще одно исследование, финское исследование, 70 тысяч пациентов. Теозидные геуретики более трех лет. И удивительный результат. Прием теозидных геуретиков приводил к снижению риска низкоэнергетических переломов. Что это такое? Это обычно. Вот спотнулся, человек на коленку упал. Вот низкоэнергетический. У пациентов с деменцией. Как ни парадоксально, теозидные геуретики уменьшают риск падения и переломов в сравнении с другими препаратами. В чем проблема с геуретиками? Это очень разнохарактерный класс. Очень разные препараты. С метаболической точки зрения преимущество имеет эндопамид. Однако мы должны помнить, что вот это метаболическое преимущество доказано в первую очередь в уникальном исследовании ХИВИТа, о котором мы поговорим, для дозы не выше полтора миллиграмма в сутки. И еще. Если скорость клубочковой фильтрации снижается меньше 45, эффективность азидных геуретиков сильно падает. Меньше 30 не работают. Мы должны применять только петлевые геуретики. Препаратом выбора будет торосимид. Посмотрите классификацию ВОЗ. И вот они. Пожилой возраст 60 лет. Во всех рекомендациях 65. Поэтому у нас есть возможность выбирать, с какого возраста мы будем считать пациента пожилым. И, конечно, у пожилых главные препятствия для активного долголетия – это инсульты деменции. Нам интересны те препараты, которые будут этот риск снижать. Вы скажете, а вот есть же класс-эффект. Да, класс-эффект может быть, но все равно лучше выбрать тот препарат, по которому есть реальное исследование. Мы точно знаем, что именно этот препарат из класса показал эту эффективность. Я выбрал не все, конечно, исследования, но наиболее показательные. И видно, что блокаторы кальциевых каналов и геуретики хорошо снижают риск инсульта. Вот, в частности, еще я добавил сюда ингибитор АПФ-ромепри, у которого в исследовании Хоуп тоже очень хорошие результаты. Вот такой анализ, который показал, что тиозидные и тиозидоподобные геуретики – это не одно и то же. Оказывается, гидрохлортиозид существенно меньше снижает риск инсульта в сравнении с эндопамидом. Вернемся к исследованию ХИВИТ, о котором мы стали говорить. Уникальное исследование. Почему? Да потому что были включены пациенты с возрастом старше 80 лет, хотя они не очень подходят, видите, под критерий изолированности исторической артериальной гипертенции, потому что историческая тоже была повышена. Эти пациенты принимали эндопамид в дозе 15 миллиграмм, ой, полтора, простите, миллиграмма в сутки, и при необходимости, таких было, кстати, не очень много, к ним добавлялся перендоприв. Время наблюдения – 122 года, целевое давление – 150 на 80. Видите, какое интересное давление. Вот и мы должны стремиться именно к этому давлению у пациентов старше 80 лет. Потрясающие результаты. Снижение смертности, сердечная недостаточность, сердечно-сосудистых событий. Но главное, посмотрите внизу, не отмечено достоверного различия в уровне калия, мочевой кислоты, глюкозы и креатинина. То есть, лечение эндопамидом в дозе до полутора миллиграмм, ну, включая полтора миллиграмма в сутки, у пациентов старше 80 лет было эффективным и метаболически, ну, практически нейтральным. Вы скажете, странно, как же диуретик и вот так вот. На самом деле, у эндопамида механизм действия по снижению давления достаточно сложный. Диуретический эффект не является основным. К нему добавляется прямой сосудорасширяющий, непрямой антиагрикантный, антиоксидантный, антипролиферативный и церебропротективный. Вот сумма этих эффектов и дает хороший эффект от лечения этим препаратом. Особенность, длительные действия, кстати, скажем честно, у хлортолидона еще больше. И после многократного приема терапевтический эффект ждем через одну-две недели, а максимум отсрочен к двум месяцам. Кстати, если вспомним теросимид, тоже месяц-полтора максимальный эффект. Диуретики требуют терпения, не надо ждать эффекта через несколько дней. Максимальный гипотензивный эффект в дозе 2,5 мг, однако у очень пожилых пациентов смысла, наверное, назначать эндопамид в такой дозе немного. Влияние препаратов на частоту развития деменции. В принципе, таких препаратов нет. Практически никто этого эффекта не показал. Есть одно уникальное исследование СИСТ-ЕВР с нетрондепином, где было достоверное снижение типа деменции. И мы должны понимать, что контроль артериального давления снижает риск смерти у пожилых пациентов. Ну а с деменцией уж, как говорится, что получится. Но давайте обратим внимание на нетрондепин как на препарат. Есть ли у него особенности? Есть. В лабораторных условиях было показано влияние на транспорт бета-амилоида, который отвечает за развитие болезни Альцгеймера. И вторая особенность у препарата – очень быстрое начало действия, уникальное. Буквально через 1-2 часа. Если мы говорим об очень пожилых пациентах, то назначение амлогипина может быть связано с определенными проблемами. Очень длительное действие, практически полтора дня, и наложение одной дозы на другую могут приводить к снижению давления в дневное время за счет наложения доз. Поэтому в этой ситуации лучше перейти на препарат более короткого действия. Какой? Любой. Потому что и лерканидепин, и нитрендепин, и нитрендепин, и нитрендепин, и филодепин, они действуют в течение суток и не будут давать этой гипотонии в дневное время у очень пожилого человека. Однако, с учетом данных исследований СИСТ-ЕВР, мы можем, например, выбрать нитрендепин в надежде, что все-таки как-то на риск развития деменции мы сможем повлиять. И блокаторы кальциевых каналов, в частности, нитрендепин, вполне подходят для коморбидности коморбидных пациентов. Вспомним отсутствие противопоказаний, мы можем их применять при сахарном диабете, метаболическом синдроме, дислепидемии, ишемической болезни сердца, атеросклерозе периферических артерий, хронической обструктивной болезни легких, хронической болезни почек. Прекрасный выбор у пожилых пациентов с коморбидностью. Как я уже сказал, нитрендепин действует очень быстро. Есть несколько исследований, которые показывают, что он не уступает по быстроте и эффективности нефидипину и даже внутривенному клонидину. Поэтому, если у пожилого человека, который принимает нитрендепин, ничего под руками нет, или же ему, как он говорит, капотен не помогает, возможно, дополнительный прием нитрендепина, и он получит быстрый эффект. Это тоже положительное свойство препарата. Есть несколько исследований, которые сравнивали эффект комбинированной терапии на риск инсульта. И выяснилось, что именно комбинация блокаторов кальциевых каналов дегидроперитивного ряда и диуретика – самая лучшая комбинация по снижению риска инсульта. В частности, это отражено в нескольких рекомендациях комбидной патологии в клинической практике, где говорится, что эндопамид среди тиозидных, тиозидоподобных гиуретиков имеет лучший метаболический профиль. Нитрендепин имеет выраженный антигипертензивный эффект и уникальные целево-протективные действия. И главное, комбинация будет снижать риск инсульта максимально. Но что нам для пожилых пациентов еще важно? Естественно, вы скажете, цена. Да, препараты недорогие, но еще возможность очень точной подбора дозы. И посмотрите, нетрендепин существует у нас в четырех вариантах, то есть 10 и 20 таблетки, но назначать можем в дозе 10, 20, 30 и максимальная суточная доза 40. Очень удобно. Четыре дозы для лечения. И эндопамид. Если он выпускается в таблетке под названием эндап, компания Промет Прага выпускается, он делится на четвертинки. И у нас тоже четыре дозы. Поэтому мы можем у пожилых пациентов очень точно подобрать дозу, которая позволяет с одной стороны поддерживать хорошо давление, с другой стороны избегать ортостатических реакций. Давайте подведем итоги. Какие же ключевые моменты лечения артериальной гипертензии у коморбидных пациентов с артериальной гипертензией? Фактически терапия для снижения давления одно из немногих вмешательств, показанных для снижения риска смерти у пожилых, в том числе ослабленных людей. Рандомизированные исследования продемонстрировали, что у многих пожилых людей, даже старше 80 лет, цели по снижению давления во время антигипертензивной терапии не должны отличаться от целей, выбранных для лиц моложе 65 лет. Ни одно рандомизированное исследование по снижению артериального давления у лиц старше 65 лет не показало вреда или меньшей пользы для пожилых людей по сравнению с более молодыми людьми. Однако, однако клиницисты должны проводить тщательное тетрование снижения давления, оценивать его переносимость, особенно этот мониторинг требуется у лиц пожилого и старшего возраста и у лиц с коморбидной патологией. Обязательно тест на ортостатические реакции и переносимость препаратов. Выбор антигипертензивной терапии должен осуществляться индивидуально с учетом возраста. Наличие астении, коморбидности, противопоказаний и, конечно, уровня артериального давления. И при стартовой терапии мы не должны забывать про преимущества гиуретиков, блокаторов кальциевых каналов и их комбинации, особенно у пациентов старческого возраста с изолированной систолической артериальной гипертензией. Выбор есть, вы видите, какой прекрасный выбор у этого молодого человека. Спасибо вам за внимание. И я тогда, наверное, перейду к вопросам. Да, спасибо большое. Значит, если у пациентов 85 лет с ЭБС, ХСН и ХБП, фибрилляции предсердия, артериальное давление на назначенной терапии, ингибитор АПФ, бета-блокатор, петлевой диаретик, амиадарон держится в среднем 95-55, бывают эпизоды артериатической гипотензии, то дозу какого препарата можно уменьшить? Я бы на вашем месте сказал всех. Знаете, Павел Андреевич, а я с вами, наверное, соглашусь. Ну вот, здрасте, я-то пошутил. А я серьезно, надо посмотреть дозы. И в первую очередь, самый простой вариант, это уменьшить дозы всех. Но надо быть внимательным по поводу бета-блокаторов. И главное, я вообще не понимаю, как в таком возрасте мы даем и амиадарон, и бета-блокатор. Насколько это вообще нужно, такая комбинация у пациента в таком возрасте. Поэтому, если это пароксизмальные формы, вы очень хотите все-таки удержать ритм, ну, оставьте амиадарон, хотя не забывайте, какое количество осложнений он дает, медисердечно. А так, в принципе, постараться все дозы уменьшить и все-таки решить убрать либо бета-блокатор, либо амиадарон. Я бы начал так. Там вот пишут, что это частые желудочковые экстрасистолы, поэтому кардиолог назначил бета-блокатор. Смотрите, надо быть честным, что амиадарон, да, улучшит, скажем так, наши показатели, но даже при частые желудочковые экстрасистоли, он жизнь не удлинит нашего пациента. Надо посмотреть, а может быть бета-блокатор будет достаточно? Или же, понимаете, ну, совсем должны быть маленькие дозы микроскопические, и главное следить еще и за пульсом. Но если уж вы очень хотите уменьшить дозу, ну, петлевой диуретик, ну, все-таки 5 миллиграмм наверняка получает хотя бы таростемида. Сделайте 2,5. Ингибитор АПФ тоже уменьшите дозу. Ну, давление какое-то 95 на 55. Ну, это никуда, ни в какие рамки. Ну, хотя бы на уровне, ну, хотя бы 60 диастолическое давление. Ну, куда? У вас пациент будет ползать с таким давлением. Ну, упадет еще и расшибется, и, ну, нельзя так делать. Вот. Пациентке 82 года получает реплексам 10, 2,5, а третья дозировка, ну, бог с ним, будем считать, что там 5,10. Давление 120 на 75,8 переносится хорошо. Не надо. Если она давно это принимает, хорошо переносит, пожалуйста, но проверьте, нет ли ортостатических реакций. Переносит-то хорошо, а когда мы начинаем внимательно говорить, сговаривать с пациентом, она говорит, ой, да, на улице-то у меня голова кружится, и слабость появляется. Поэтому вот еще раз оцените, и чуть-чуть можно дозу уменьшить, потому что у нас реплексам есть в разных комбинациях. Ну, вообще, с одной стороны, пожилые тоже люди, как мы помним, и требуют лечения. С другой стороны, с ними не надо все-таки очень уж усердствовать, потому что они действительно хрупковаты, и сделать им неприятность довольно легко. В отличие от молодого, они могут не сразу перенести то, что на них наваливает доктора. Я несколько сейчас в шоке, потому что переживают 4 или 5 препаратов. Раз, два, три, четыре, пять. 5 препаратов, но 85 лет, ну, не знаю, мне кажется... Это очень круто, это никуда просто. Да, это ни в какие ворота. Да, и с пожилыми надо очень внимательно общаться, правильно задавать вопросы, чтобы не прозевать ортостатические реакции и ухудшение самочувствия на фоне нашего лечения. Потому что иногда они врача любят, говорят, ой, у меня все хорошо. Такое тоже бывает. Ну, кстати, можно же просто их заставить встать, сесть. Конечно. 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 Тоже ничего худого не будет. Тем более сейчас на ковиде-то у нас все время ортостатические тахикардии там присутствуют. Так, еще вопросы, друзья. Ой, что-то тут есть. Желудочек вы экстрасистовый... А, поэтому у нас значит... Это вот я уже зачитал, да, это все про него же. Так я понял. Да, там аппарат стоит. Ну, хорошо, ну, все это здорово, но в любом случае такое давление низкое и такой набор препаратов, мне кажется, избыточный. Полностью согласен. Пожилого всегда легко залечить. Вот это главный тезис, который надо помнить. И, конечно, сама идея посмотреть и для начала попробовать что-то отменить, она очень хорошая. Вот когда много препаратов, начать с того, что что-нибудь отменить. Физиотенз для куперни-гипертонических кризов можно ли применять у пожилых? Ну, смотрите, вы спросите, как переносит. Как показывает практика, физиотенз дает очень резкое снижение. И получается, что повышение давления менее опасно, чем то снижение, которое мы быстро получаем. Более того, спросите на утро, какое давление после применения физиотенз. Потом пациент скажет, что да, он снизил давление, а на утро давление было 90. Поэтому, ну, по возможности надо избегать, конечно. Ну, я напомню, что все-таки неврологи вообще считают, что повышенное давление менее опасно, чем пониженное. И снижать давление тем более у пожилого человека – это бегом к инсульту, вообще-то говоря. Поэтому очень аккуратно нужно, очень аккуратно. Копотен или физиотенз, лучше физиотенз. Так, сможете не по теме. Подросток, 15 лет, тучный, 100 кг, давление 120 на 20, на 20 это я не понимаю. Посоветуйтесь, минимальный перечень диагностических процедур для постановки корректного диагноза. Так 120 на 20 или что? Какое давление-то? Да, и я тоже. 120 на 40 и ниже. Ну, то же самое. Посмотрите хотя бы глюкозу крови и стимулируйте его на то, чтобы он двигался и все-таки снижал давление. Мы все равно тучному, ну, тучному, как заинтересовать в таком возрасте на движение по 100 кг. Это очень тяжело. Он уже привык на... Ну, да, нет, это биостолическое, очень низкое. Ну, это удивительно, как такое. Это что, артальная недостаточность сумасшедшая? Ну, конечно. Что это может быть? Это надо смотреть сосуды, клапана. Это такая, совершенно другая тема такая. Она, может быть, не имеет отношения к тучности. Так. Ну, да, нет, но обследоваться в направлении именно в этом. Хорошо, нам тут вот пишут, что время пришло. Хорошо, ну, давайте тогда. Спасибо большое. Спасибо большое еще раз за приглашение и всем хорошего вечера. Спасибо.